Привет, мои дорогие! Я очень рада видеть вас у себя на канале. Давно хотела заснять для вас такой очень классный ролик, потому что я нашла безумно крутую косметику. Она доступная, она в очень-очень красивой упаковке, и она классная по качеству. Эти средства заменили мне более дорогостоящие, и при этом они просто в безумно красивой упаковке. И в конце этого ролика вас ждет подарочек. Я так возобновила эту традицию. И опять же, тоже в конце этого видео я объявлю победителя прошлого розыгрыша. Мне нравится дарить подарки. Думаю, почему бы не начать снова это делать? Не будем затягивать, начнем. А начну я просто с нереально крутой находки, кто на меня подписан в моих дополнительных соцсетях, там телеграмм, запретограмм, уже в курсе про то, что мне безумно понравились тени от китайского бренда, китайский люкс. В общем, знакомство получилось таким немножечко странноватым. Это не то, чтобы я тени искала, просто мои заканчивались уже от таких вот базовых оттенков. И тут в Пинтересте я наткнулась на картинку с безумно красивой палеткой теней. И как же она мне понравилась. Я по картинке начала искать, что это. Оказалось, это китайский люкс. Думаю, так, допустим, у меня китайской косметики такой еще ни разу не было, тем более люкса. Начала искать всякие отзывы, там, в YouTube. Девочки говорят, вроде хорошие. Там, ну, окей, вот такая палетка. Здесь, кстати, очень много продуктов, 6,3. Безумно просто, нереально красивые упаковки. И на Алиэкспресс она тогда была 1200. Ну, то есть, как бы вот за 1200 вот такую вот крутую тему у нас очень сложно приобрести вообще, учитывая сейчас, какие цены в принципе на косметику. Думаю, ну, ладно. Вы знаете, чего боялась? То, что это будут тени, которые вот просто в красивой упаковке, но внутри это прям будет отвратительное качество. И когда они ко мне приехали, я, кстати, очень вообще долго не хотела их заказывать, боялась просто, что деньги на ветер выкину. И когда они приехали, я начала пользоваться. Я, честно, обалдела от того, насколько это классно. У них, знаете, не термоядерная пигментация. Но они вот мне, кстати, мне лично, это не аналог, заменили палетку Каковы Мираж Тумфорд, которая мне потом просто, честно говоря, надоела уже. Здесь вот этот розовенький оттенок очень красивый. Он такой среднячок, как раз схожий, знаете, в коричневые в пилоток шарлотты. Очень классный по качеству тени. Вот я им прям постоянно пользуюсь. Они хорошо держатся, они легко ложатся с ними, вообще никаких проблем не возникает. То есть это для меня, знаете, такой прям вот компромисс между упаковкой, ценой и качеством. Мне кажется, если там на Алиэкспресс какие-нибудь купоны применить, дождаться каких-нибудь там скидок, акций, это еще и дешевле можно забрать. Мне простите, я сегодня шиплявлю, у меня просто зуб мудростью удалили, он оказался большой очень. Вот, я поэтому пришепла этого немножечко. Так что если вы в поисках теней, таких вот в красивой упаковке, в базовых классных оттенках, то прям вот, пожалуйста, они сейчас. На мне вот это прям такая вот моя любимая нюдово-базовая цветовая гамма, чуть-чуть с теплинкой, с тепловатым оттенком. Я и холодные тоже оттенки люблю, но, как правило, рука у меня тянется к тому, что попроще. Вот как раз вот к такой вот истории. Очень классный, и вот этот базовый оттенок мне тоже понравился. Так что просто вообще супер, я ими пользуюсь уже давно. Прежде чем вообще заснять это видео, я попользовалась продуктами прям изрядно вообще. То есть это уже то, что у меня прям каждый день в моей косметичке что-то уже даже закончилось. Я вам показывала, я сейчас много косметики не накупаю, думаю, нафиг. Сначала добью одно, потом другое уже приобрету. Как избавиться от косметической зависимости, я уже снимала отдельное видео. Так что заходите на канал, там все есть. Следующий продукт, кстати, тоже в сухой текстуре, это бронзер. В принципе, бронзеров пюджетных хороших много, но вот, как правило, это проблема с упаковкой. Мне нравятся по качеству еще бронзеры Estrada, но у них прям очень упаковочка хлюпкая, у меня она регулярно бьется. Про мейкоп лаборатория тоже хорошая, но они как бы совсем просто рефилы идут, и к ним тоже пенал нужно докупать. Вообще они бюджетно выходят, если честно. Ну то есть много хороших бронзеров, но так, чтобы это было относительно доступно и бюджетно, и вот прям красиво, сложно было найти. Так вот, бронзер от марки Revolution, оттенок Бахи. И это безумно красивая упаковка, я единственное профукала скидку, он тогда стоил 800 с чем-то рублей. И вот тут 8 грамм, продукта вообще достаточно, очень красивый рефил тиснение, очень плодная такая тяжелая упаковка, то есть он у меня вообще ни разу не побился, не разбился, потрясающе просто качество. Оттеночек довольно-таки темный, и я его показывала в предыдущем ролике, где делала макияж без тональной основы. И сейчас я, кстати, тоже без тональной основы, просто лишний слой летом не хочется на лицо накладывать, а коррекцию сделать хочется. И вот там как раз был этот бронзер, очень его люблю. То есть если вот что-то такое ищете, крутой бронзер, доступный по цене, там до 1000 рублей, в красивой упаковке, яблоки там можно в какие-нибудь промокоды, скидки, акции еще дешевле даже взять, то вот, пожалуйста, Revolution, вот этот оттенок. Очень приятное воспользование, я его наношу, в принципе, любой кистью. Он чуть-чуть такой кремоватенький, немножечко даже по текстуре, и мне нравится наносить его вот такой пушистенькой кисточкой из ворса голубой белки. Вообще, это уже запрещенка Вингос Эрбраш, это можно сейчас найти где-нибудь у Энбьюти вот такие мягкие кисти. Чем мягче и менее набита кисть, тем более тоненькая она так будет разносить продукт. Это для более натурального эффекта. Пронзер, кстати, не пикнет. Или вот такой кисточкой Энбьюти, это по-моему S3, их уже нет, это можно искать им типа на Авито, вот таких вот историях. Умягчайший тоже ворс, наносит чуть поплотнее, ведь она более плотненько уже набита. Простите, она грязная, я сейчас просто только что ими окрасилась. В общем, если у вас что-то заканчивается в поисках такого продукта, то, возможно, он вам понравится. Далее консилер, который я очень много раз показывала, он очень печатный и абсолютно красивый. Это марка Вен Сабо, называется он Аврора. И у меня вот 0,2 оттенок, он у меня уже давно закончился. То есть я его добила и все. И единственный минус, наверное, линейки этих консилеров в том, что очень мало оттенков. Может быть, они как-то их сделают, прибавят чуть-чуть более темной пигментации. Потому что для меня он прям совсем светлый, 0,2. Там был 0,1, 0,2 оттенок только. Очень-очень красивая, золотистая упаковка, безумно красивая. Какими-то кристалликами вообще она прям... Я когда в магазин зашла, увидела, то есть я как раз искала именно консилер себе. И поняла то, что мне это прям надо вообще. Протестировала, посвучила, и мне он хорошо зашел. Единственное, что если кожа очень сильно жирная, он может не подойти из-за своего финиша. Финиш не матовый, а ближе к такому, как сияющему немножко. Ужас, я так сегодня изрядно пришпет его. Тоже много раз показывала в работе. И имейте в виду, вот такой нюанс. Здесь такая золотистенькая полосочка была, она подстерлась. Так все нормально. Ну и стоила он, по-моему, рублей 300 тогда, что ли, как-то я его покупала. Следующий продукт, это просто вообще бомба. Это что-то невероятное вообще. Это консилер бюджетный марка Collagen корейская. Нет, марка Enough корейская. Ну вот. Это просто офигительный продукт. Такой симпатичный, к упаковке приятной. С перламутровой, сильненькой крышечкой. Мне оно очень нравится. И вы знаете, я помню, у меня был консилер Armani High Precision Retouch, его сняли. И Dr.Jart тоже было классное. Такие у них консилеры. Высоко пигментированные и увлажняющие. Вот я их между собой смешивала. Так вот, вот этот продукт мне заменил вот эти дорогие люксовые средства. Он очень крутой, безумно классный по качеству. Он увлажняет хорошо. У него высокий уровень пигментации. Он круто перекрывает. И покупала я в рубеже, что ли, за 300, за 400 вообще. Это оттенок 02. Вот такой примерно, как на мне сейчас. Темненький. Есть еще посветлее оттенок. У них там 01. Я думаю, его, наверное, на зиму возьму. Уже вот несколько раз перепокупала себе на подарки. Очень классный продукт. И я просто не могла не включить в этот список. Потому что это такой, знаете, идеальный компромисс между приятной такой упаковочкой. Очень классного качества и доступной ценой. Я в новой обрысе покупала. Только там аккуратнее поделки иногда могут быть. А следующий продукт мне прислали на тестирование. Написали представители компании Ювенен. И предложили вот эту помадку протестировать. Я сейчас, честно, очень редко беру вообще что-либо на тестирование, на обзор. Беру то, что либо я сама просто уже прям собирала заказывать. У меня такое с Пандорой было. И тут мне менеджер пишет. Либо то, в чем просто меня заинтересовало. Я думаю, это будет интересно честно рассказать об этом зрителю. Для справки блог это не основной мой заработок. Это больше такая тема для души вообще. Так что, будьте спокойны. Я вам фигу советовать не буду. Так вот, это Ювенен, это российский бренд. Производство у них непосредственно в Италии. Они потом сюда везут эти краски. И фасовка ведет в Россию. За счет этого получается продукт довольно-таки печатный. И когда, знаете, мне прислали помадку вот эту, я взяла в руки. Она такая тяжеленькая, симпатичная, золотистая упаковка. У меня не было ощущения того, что этот продукт стоит 500 рублей. То есть, вот это здорово. Мне понравилась их философия. Они считают то, что люкс можно сделать доступным. И это, кстати, как раз как нельзя лучше вписалось в концепцию вообще этого видео. Очень приятный запах. Вообще классно. Она прям красивенькая такая. Вы знаете, я нанесла, проходила с ней весь день. Она с финишем ближе к матовому. А у меня как раз в этот день губы были прям все-таки потрескавшиеся. После удаления зуба просто пришло какое-то время. Я губы вообще не трогала. Поверхность была неровная. Я их вообще никак не готовила. Смотрю, такие прям губы ровные. Красивый цвет такой. Какой-то тепловатый, нудовый, темненький. Прям классный. Обычно, когда берешь печатную помаду, там упаковка оказывается не очень такая красивая. Либо она просто пластмассовая, легкая. А это прям такая тяжеленькая. То есть, вот на подарок, мне кажется, классный вариант. Потому что такой вот оттенок Софи, по-моему, ну да, универсальный. Почти всем подойдет. Вот просто не все, как я, любят прям гиперсветлые помады такие под карандаш. Кто-то любит вот намазался. А здесь вот такая тоненькая такая штучка. Легко пририсовать фондур и пошел. Вот отличный такой вариант. Действительно классный компромисс. И я прям думаю, ну не зря так настойчиво в менеджере писали и предлагали эту помаду. Видимо, уже заранее они были, в принципе, уверены в качестве. Если из вас кто-то вот такой ищет, имейте в виду, вот есть такой бренд, есть такая марка. Они на зоне по 500 рублей идут. Так что, или на подарок. Красивая коробочка, упаковка, универсальный оттенок. Вообще отличный вариант, имейте это в виду. И вот этот оттенок, он не желтит зубы. У меня своя эмаль вообще не белая. И с ним зубы не выглядели какими-то желтыми, некрасивыми, что тоже часто бывает. В целом, вот если бы за свой счет, говоря о формуле, текстуре, соотношении, концепции, цены и качества, да, я бы взяла подарок. Вот такой вариант классный, потому что он универсальный. Далее, скульптор от российского бренда Шик. И это прям вообще классный такой вариант для тех, кто ищет как раз компромисс между очень хорошим качеством, я бы сказала, максимально приближенным к люксовому, красивой упаковкой, качественной, такой, знаете, неубиваемый, я бы сказала. И при этом относительно низкой стоимости. Вот этот пункт скульптуры я покупала рублей за 600 на Валборисе. Он у меня просто уже почти закончился. Оттенок 02 просто потрясающий вообще, показывала в прошлом ролике. Обратите на него внимание. Обожаю, просто обожаю, особенно на лето. Идеальный продукт вообще, бюджетный, классный, хорошая упаковка. Ее прям приятно взять в руки, с ней ничего абсолютно не произошло. За время использования тоже почти добила. И пока он у меня не окончательно закончился, еще заказала вот такой. Это оттенок 04. А заказывала в Золотом Яблоке. Очень красивая, эстетичная, тяжеленькая такая в меру упаковка белого цвета. Немножечко армия с румяшкой напоминает отдаленно. Он, кстати, в этот раз был со скидкой 900 рублей. Он производствован Италии в России. Много продукта и безумно красивый оттенок 04. Я вот так помню, сильно себя хотела. Думаю, ну ладно, сначала тот добью, потом этот возьму себе. В общем, можно смело брать в работу. Прекрасно наносится как кистью, так и спонжем. Хорошо растушевывается, легкий в работе продукт. Тоже наносить можно в разных техниках. На просто кожу, не обязательно на тональную основу. Как я часто люблю делать, не на тон и на шу. Он мне такой же изрядно поюзанный. 04. Оттенок довольно-таки теплый. Это что-то среднее. Моя любовь в последнем времени между скульптором и бронзером. Ну, кстати, вообще я такую тему подглядела очень давно у Скотта Барнса, который делает макияж для Женнифер Лопес. Он не использует в мейкапе практически сыроватые такие оттенки. То есть они все идут немножечко степлинкой. И это не естественный загар у его моделей. Это все делается с помощью коррекции. И, как правило, не обязательно делать гипертолстые слои. По коррекции я очень хочу для вас отдельное видео записать. Прямо всеми секретиками поделиться, чтобы вы взяли и смогли сами это сделать. Потому что там без всяких этих схем непонятных, там каких-то сложностей и прочего. Чтобы просто сделали, было красиво. И так, прям, знаете, как кто-то говорит, дорого, люксово, солидно. Вот такая история. Но при этом не обязательно платить кучу денег просто за те же там кремовые скульпторы Шанель, за Нарс вот эти все. Можно взять Наташу и не заморачиваться. Интересно, смотрите, здесь в составе парафин. Если кто-то очень плохо парафин переносит, имейте в виду, может иметь смысл тогда заменить каким-нибудь более жидким продуктом. Составы я разбираю у себя в Телеграм-канале. Подписывайтесь, буду рада. Вот, и, наконец, оставила тональную основу от марки ИНА. Это корейский бренд. Она мне где-то обошлась, по-моему, рублей 400-500. Покупала себе. Потом еще несколько раз перепокупала на подарок. Потому что она так очень красивенькая, универсальная. Вообще почти всем подходит. И подстраивается по тонку уже классно. Оттенок вот этот у меня 21. Я его просто обожаю. Это прям полноценный такой уход с SPF. Как крем, знаете, только тональный. Только тональный бибикрем, по сути. Еще при этом он держится неплохо. Любимая техника нанесения влажным, смоченным, отжатым обязательно спонжем. Выглядит просто безумно вообще красиво. Упаковка, смотрите, какая классная вообще. Да, это не стекло. Да, это пластик. Но ее просто приятно взять в руки. Пала много-много раз. Дозатор максимально простой, такой беленький. Но он отдает продукты ровно столько, сколько нужно. То есть бывает такое, что в бюджетных средствах дозаторы просто плюются вообще гигантским количеством продукта. Кстати, не только в бюджетных. Макпро лонг так сделал. На съемках мне подставу иногда устраивал. Вот с этим аккуратней. Вот здесь все отлично. Опять же, бренденов очень сильно порадовал. Я покупала на зоне, и сейчас уже sold out полностью вот эта позиция в том магазине, где я брала. Поэтому сейчас ссылочку, к сожалению, оставить не могу. Ну и вот, собственно, все. Вот такая подборка получилась прям от души вообще. Все покупала сама, кроме вот этой помады. Но мне она понравилась, хорошее качество. Все продукты вот из этого ролика. Мною горячо любимые. Видите, они уже все затерты. Я постоянно просто ими пользуюсь. Они относительно бюджетные. То есть это не гипер прям дешевые средства. Но, в принципе, когда ты берешь там косметику на несколько месяцев, то и не обязательно брать что-то гипер прям дешевое. Она вся красивая. То есть у меня сейчас косметика. Я в запретограмм выкладывала. Стоит просто в маленькой такой коробочке на видном месте. Так все эти банки все видны. По сути, часть интерьера. И абсолютно не напрягается. Очень красиво вообще. Просто быстрее чуть получается. Ссылочки я размещу под видео. Там они не реферальные. То есть берите, пользуйтесь, если вам что-то понравилось. Смело заказывайте. Только вот на эту я ссылку не смогу разместить. Потому что я покупала это. Просто в магнит сошла. Ну, они там в подружке есть. Везде, в принципе, практически. Вот. И теперь перейдем. Давайте тогда в части с подарками. Под прошлым роликом как раз возобновила традицию. И для того, чтобы поучаствовать в таком розыгрыше от меня. В таких бонусах с подарками. Все максимально, на самом деле, просто. Быть подписанным на мой канал. Звонить в колокольчик, чтобы не пропустить выход новых роликов. Я их выкладываю не часто. Я вас не заспамлю. Где-то, ну, раз в две недели. Сейчас стараюсь по понедельникам вообще. Поставьте, пожалуйста, лайк этому ролику. Так его посмотрит большее количество людей. Найдут для себя, может быть, необходимые продукты. Которым сейчас нужны в косметичку. Красивые, относительно там доступные по цене. И очень крутые по качеству. И напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду очень рада, если поделитесь тоже своими какими-то находками из этой категории. И я от всей души поздравляю победителя под прошлым видео. Напишите мне, пожалуйста, в любую вообще соцсеть, которая указана под роликом. Это может быть в ВКонтакте. Там, где есть просто директ, личные сообщения. Можете мне написать на почту, в ВК, в запретограмм. Запретограмм просто у меня чуть хуже работает. А так вот дальше можете просто на почту. Как вам удобнее. И мы с вами дальше свяжемся. И, соответственно, чтобы я смогла вам отправить от себя подарочек. Подарки обычно как для себя все выбираю. Надеюсь, вам понравится. Я каждого обнимаю. От души спасибо, что посмотрели этот ролик. Просто у меня вот вообще не устану повторять, как я вас сильно люблю. У меня какой-то невероятно добрейший просто канал. Как, знаете, такой вот домик просто в YouTube. У меня практически здесь нет негатива. Просто невероятно классные зрители вообще добрейшие. Вот этот взаимообмен такой энергией, этой добротой, позитивом. Вот, знаете, каким-то опытом тоже своими находками. Это безумно вообще классно. Я просто обожаю свой канал в YouTube и в Дзене все видео у меня дублируются. Вот, поэтому просто каждого крепко-крепко обнимаю. Спасибо вам огромное. А мы с вами не прощаемся, конечно же. До новых встреч в новых видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok